Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Вышел в свет новый октябрьский номер журнала «Вода живая». Открывает его проповедь митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе, посвященная Дню памяти преподобного Сергия Радонежского. В разделе подробно публикуется материал, где автор знакомит с некоторыми документами о катехизации и рассказывает об истории их появления. Продолжает тему очерк о необычных курсах катехизации, открытых несколько лет назад в Казанском кафедральном соборе. Раздел «Образы и смыслы» открывает материал под названием «Страшные тайны Петропавловской крепости». В 2009 году при прокладке дороги на территории крепости были обнаружены могильники с останками жертв красного террора 1920-х годов. О том, что удалось выяснить об этих людях, рассказывает ученый-секретарь Музея истории Санкт-Петербурга Ирина Карпенко. В рубрике «Слово петербургского предстоятеля» читайте продолжение серии публикаций о санкт-петербургских митрополитах. В разделе «Люди в церкви» рассказывается о приходе храма святого Александра Невского в городе Наневе. Это один из немногих храмов, устроенных по замыслу проектировщиков в обычном жилом доме. В этом же разделе публикуется интервью с наместником Александра Невской Лавры епископом Кронштадтским Назарием, которому 11 августа исполнилось 70 лет. Материал «Социальное бюро» рассказывает о центре помощи бездомным, который организовали энтузиасты при Санкт-Петербургском храме Покрова Пресвятой Богородицы. В разделе «Что читать, слушать, смотреть» представлена информация об интересных выставках месяца. На страничке радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров» можно узнать о новых аудиодисках, а также новинках сервиса скачиваний. Уважаемые телезрители, спрашивайте журнал «Вода живая» в храмах Санкт-Петербургской митрополии. Оформить подписку на издание можно через интернет на сайте aquaviva.ru. В Самаре вышел в свет 18-й выпуск православной газеты «Благовест». Открывает его статья «Ради веры, любви и добра» известного петербургского священника-протеерея Геннадия Беловолова. С этой публикацией перекликается фотоочерк «Недаром помнит вся Россия про День Бородина». Самарские паломники 4 сентября стали очевидцами, посвященной 200-летию Бородинской битвы, реконструкции этого сражения. Встреча через полвека. Так озаглавлены новые заметки матушки Марины Захарчук, белгородской журналистки и давнего автора газеты «Благовест». Поездка к морю подарила матушке встречу с полюбившимся сочинским храмом в честь архистратига Божия Михаила, а читателям газеты – интересную и глубокую историю длиною в полвека. О популярном сайте православных знакомств «Светелка», который снова работает под патронажем «Благовеста», рассказывается в статье на шестой полосе. Новые размышления первого лауреата Патриаршей литературной премии писателя Владимира Крупина опубликованы под общим заголовком «В поте лица». Уважаемые телезрители, эти и другие публикации читайте в 18-м выпуске Самарской газеты «Благовест». Подписаться на газету можно по каталогу Почта России, подписной индекс П-63-15. Представляю вашему вниманию новый осенний номер православной газеты. Открывает 39-й выпуск «Слово Патриарха Московского и Всеруси Кирилла», посвященное празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Новые душеполезные размышления отца Евгения Попеченко публикуются в разделе «Благая часть». Что дает христианину надежда и на что она опирается? Как в повседневной жизни практиковаться в сохранении упования на Бога каждый день? Как нам не уклониться от доброго пути в ту или иную сторону? Об этом и не только в рубрике «Архипастырь» рассуждают епископ Ейский и Тимошевский Павел. В разделе «Беседы с батюшкой» публикуются ответы Олега Герасимова, настоятеля храма в честь иконы Божией Матери Всецарица в поселке Керо, на вопросы телезрителей. Тема выпуска «Как обрести благодать». В Волгоградском соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского состоялась торжественная встреча иконы преподобного Серафима Саровского с частицей его мощей. Репортаж этого события помещен в материале «Святыня». «Как понять волю Бога, чтобы поступить несамочинно, чтобы не было ошибок и последствий?» Такой вопрос был адресован священнику Стахию Колотвину, настоятелю храма Воздвижения Креста Господня в Митине. С его ответом можно ознакомиться в печатной версии программы «Беседы с батюшкой» на 27-й полосе выпуска. О том, как в Александроневском Новотихвинском монастыре встретили праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, можно прочитать в рубрике «События». О проекте «Вкус к истории» об экспозиции исторической кухни, созданной в филиале Государственного музея-заповедника в Туле, рассказывает раздел «Кулинарное паломничество». Искусствовед Юрий Соколов в разделе «История» поведал о цикле картин художника Василия Поленова под названием «Из жизни Христа». 17 октября церковь совершает празднование в честь святителя Гурия, архиепископа Казанского, и в арсенофе епископа Тверского. Этим двум русским епископам посвящен раздел «Молитва» на 47-й полосе. Уважаемые телезрители, эти и другие материалы православной газеты доступны на официальном сайте издания, в том числе в формате PDF. Оформить подписку на еженедельник можно с любого месяца и на любой срок. Подписной индекс ПП-805. С вами была программа «Обзор прессы». Всего вам доброго и до встречи в эфире.